Итак, тем, о которых нужно было бы сказать, конечно же, много, но я всё это пытаюсь как-то по очереди, как-то по ходу дела осуществить. Естественно, всё сразу осуществить нереально, но по мере возможности эти темы до вас доношу. Я сделал уже ряд таких пока ещё полупрототипных работ по истории Боспорского царства Хименицкой империи, всего, что с этим связано. Позднее это должно быть совмещено в более-менее целостную, что ли сказать, многотомную книгу или историческую энциклопедию. Или стать основой для последующих исторических трудов уже последующих поколений. Итак, касательно Ахименидов, когда кемерийцы ещё не совсем стали Ахименидами, когда Ахимен ещё не родился, Но когда уже кемерийцев вытеснили из западной части Северного Причерноморья, по сути, им оттуда пришлось самим уходить, поскольку они отчасти договорились со скифами о совместном походе в Азию. И на примере времён ещё Ишпака и Парадатая из скифских царей, соответственно, Перс, Ахимен и Теуспай имели, соответственно, с ними ещё более-менее нормальные отношения. Дальше совсем уже отношения персов и скифов, точнее, кемерийцев и скифов разошлись в разные стороны во времена, когда... Ну, там даже не одно что-то когда, а когда уже, по сути дела, кемерийцы начали активно бить Ассирию, скифы не хотели эту Ассирию уничтожать, у скифов были свои планы, это всё очень сложно, но... Так далеко пока не заходим. Отметим факт. Кемерийцы исходят из Северного Причерноморья. До этого исхода кемерийцы имели владение по всей Евразии. До этого исхода владения кемерийцев простирались в Европу в лучшие времена, до Британских островов и Испании. И в худшие времена, соответственно, хотя бы до Польши. Польша в те времена называлась Тиальвия. Там доминировал культ бога-кузнеца Тляйвиса, Тлейваса. Беларусь в те времена уже получила название Неврида. Это Северная Беларусь, а Южная Беларусь фактически представляла этно-культурно-территориально ещё нечто неделимое вместе с, собственно, Украиной. Даже ещё во времена намного более поздние, во времена уже славянских народов, в общем-то, так сказать, белорусы и Дреговичи представляли всегда взаимосвязанные явления. И всегда их, во-первых, культурный центр это Искрастан, это территория Украины. Поэтому, как бы, вся Южная Беларусь в те времена это считается ещё продолжением Украины. А вот там, где позднее, с одной стороны, будут пруссы, жемайты, литвины, палачане, курши, кстати, и всякие другие, это во времена исхода кемерийцев, во времена прихода скифов, это называлось Неврида. Территория же от Дуная, это получается даже южнее Одесской области отчасти, отчасти, так сказать, отчасти западнее. Ну, в основном это как Одесская область, Днестр и Северное Причерноморье. Вот, Северное Причерноморье тогда было заселено, в общем-то, кемерийцами. Карта эта, конечно, не тех годов ни разу, это карта просто, чтобы вы, может быть, вспомнили о славянском расселении, может быть, остановили эту карту и о чём-то позадумывались интересным, что касается славянского этногенеза. Но, когда кемерийцы, когда скифы осуществляли вот это взаимодействие, кемерийцы знали, что скифская династия их уже из Северного Причерноморья вытесняет, поэтому они от Днестра, от Дуная, естественно, перебрались уже к Дону и дальше к Каспийскому морю. Кстати, вот, в начале этого исхода кемерийцы ещё от приблизительно Дуная, Прута, Днестра до, получается, до южной части Кавказа, где-то так. Ну, это очень условное понятие, потому что во времена своего доминирования кемерийцам было достаточно вот этого региона, то есть Украины, по сути дела. Украина была центром таким, откуда кемерийцы шли дальше в походы как в Европу, так и на Восток. Андрофаги, конечно же, были, которые отмечаются в разных древних источниках. Они вот этнокультурно и географически соответствуют с будущим возникновением Москвы. Но скифы, которые, конечно же, имели и в Центральной Арийской области свои представительства, но основные их владения находились в разных Азиях. По определенным нюансам, по определенным провинностям кемерийцев, скифы их вытесняли из этого, как бы из столичного региона такого. Столичного не по отношению к той или иной стране, а столичного по отношению вообще ко всей Евразии, ко всем арийским владениям. Скифы вытесняли кемерийцев из этого столичного региона. Кемерийцы это поняли, поэтому кемерийцы устремились как раз в Доно-Кубани-Каспийский регион. Доно-Кубани-Каспийский регион. Одним из важных центров было Таврическо-Боспорское, даже точнее сказать, Таврическо-Боспоро-Колхидское царство. Вот это царство, которое было сформировано из боковой ветви тех же самых великих кемерийских князей, Агаэт и его отец Аэтай, они были, в общем-то, братьями основных кемерийских князей тех времен. Соответственно, Ахимена и Перса до него. И это как такая, та ветвь кемерийцев, которые решили хоть и сдвинуться со своих исконных насиженных регионов, Но все равно вот уже осесть здесь и дальше как-то этот свой новый регион осваивать, удерживать, И из него помогать тем своим собратьям, которые пойдут дальше, Которые сядут на былое Урарту, на былых Медийцев, на былых Каспиев и других. И, как бы, используя их как некую платформу, дальше победят Ассирию, завоюют Вавилон и сформируют огромную Ахименицкую империю. А эти остались, эти дальше развивали свое царство. У греков Эат и его сын Агаэт как цари Колхиды известны. В Авесте известный Агаэт как Ахтия. Тут еще нюанс в том, что, да, между Персовичами и Айтаевичами был некий конфликт, В который активно вмешивались и ассирийские силы, которые сами не могли пробиться через Урарту. Они бы хотели. Позже я как раз поговорю про Урарту. Это видео, на самом деле, я решил посвятить Урарту. Но ассирийцы не могли пройти через Медийцев и через Урарту вот так вот прямо, чтобы пересечь Кавказ и тут уже портить всем нервы. И ассирийцы знали, что кемерийцы вытесняются на юг именно, в общем-то, для того, чтобы навести порядок в регионе. А скифы будут так, скорее, сбоку ходить, посматривать и, возможно, давать свои советы, возможно, как-то в этом участвовать. Ассирийцам, естественно, это не нравилось, поэтому им хотелось как-то, во-первых, вбить клин между кемерийцами и скифами, между которыми и так клинья уже было достаточно, и которые и так друг друга не особо любили. Ну и плюс, не имея возможности пройти сюда так, ассирийцы могли через своих финикийских подчиненных так или иначе входить в контакт с греческими пиратами, и те уже Черным морем по ходу аргонавтов могли воровать золотое руно, вмешиваться в династические обстоятельства в Боспоро-Колхидском регионе. Это отдельная тема, которая тоже будет как-то разобрана. Колхида, конечно же, Колхида заслуживает своего внимания. Кстати, вот этот текст, это дополнительные материалы, которые я приготовил к тексту Кимврана и Ахимениды. То есть, история исхода кемерийцев из Северного Причерноморья и их постепенного превращения в, соответственно, Ахименидов. Также тут будут, как видите, некоторые материалы еще намечены. Это вспомогательные материалы по Сагоротианской и другим данным. По Сагоротианской империи, по некоторым нюансам Ахименидской и непосредственно само Персидское княжество. Также тут привожу изображение кемерийцев с греческих разнообразных амфор. Классические кемерийцы, конечно же, изображались очень в высоких шапках таких. Более поздние скифы уже в более приземленных шапках. Это одно из, в общем-то, различий. Но на самом деле, различие очень условное. Поскольку и элитные скифы могли все равно изображаться в высоких шапках. И какие-нибудь обычные рядовые кемерийцы могли изображаться в мелких шапках, как у скифов. Тут хорошо, что кемериец подписан как кемериус. То есть кемериец. Это, соответственно, подписали или этноним данного человека. Или, то есть, этноним – это имя народа, из которого происходил данный человек. Или, в общем-то, подписали по имени, потому что кемериец, точнее кемериус, как имя также использовалось. Использовалось даже позднее в среде скифов. Да, все сложно. Исторические процессы – они такие. Ну и тут разные другие. Вот по Саверотианской империи, то, что там по Персидскому княжеству. Кстати, кстати, уже по нашей сегодняшней теме. Вот, в общем-то, обратите внимание на вот эти ступеньки. Это ступеньки, которые позднее станут классическими для Персии. В Персии это означает триступенчатая философия – благие дела, благие слова, благие мысли. Или, соответственно, также благие мысли, благие слова, благие дела. Это взаимосвязанные, взаимоперетекающие друг к другу понятия. Все это, по сути дела, разные изображения одного и того же сюжета, где изображается Верховный Бог. Позже я еще поговорю про то, что это, кто это за Верховный Бог. В общем, Верховный Бог, у него странным образом за спиной иногда изображается колчан с луком и, видимо, дополнительным каким-то колчаном. Но у него это также все так изображается, что оно имеет некое подобие крыльев за спиной, как это есть, допустим, на изображении Кира Великого, и как это отчасти свойственно для ранних версий Фаравахара. И вот этот Бог или сам держит в руке некое знамя, или к нему подходит жрец, который перед ним держит вот это самое знамя. Знамя чем-то даже похоже на современный, допустим, британский флаг, но, конечно же, не полностью. В общем, Британия тут имеет связи, и дело в том, что, да, Британия, жажда мирового господства, брала себе Геральдику тоже из разных древних источников. Поэтому, ну что ж, не нужно только помещать это как-то в обратной последовательности. Нужно думать, что если здесь есть нечто похожее на британский флаг, то это, типа, британцы все подделали. Вот этот Бог, или если предполагать, что это разные Боги, то он изображается едящим на льве, то, соответственно, едет на таком вот козле своеобразном, то рядом просто жрец приводит ему его тотемно-геральдическое животное, то еще что-то. Но так или иначе, везде изображается одинаковый флаг, перечеркнутый косым крестом. Важный нюанс, который вот тут повторяется также. Ну и Бог в окружении таких как бы звездочек изображается. А это сейчас не особо важно, но это уже фракийский шлем, на котором, в общем-то, символ родственный тому типа кресту. И если с кемерийской разной символикой все это вообще сопоставлять, то станет понятно, что да, это обычная традиционная кемерийская символика в разных своих вариантах. У кемерийцев и молоткобулавы были в форме креста. И вообще крест очень-очень активно использовался. Намного активней, намного шире, чем даже в христианстве. В общем-то, кстати, относительно разных форм крестов, также это нужно сопоставить с тем, как три зубь имеет разные свои формы. Если, допустим, как бы, эталонной киевской Руси Рюриковичей он имел приблизительно такую форму, то в Владимировичском варианте, что стало прототипом для современного герба Украины, он имел такую вариацию, а в варианте Гедеминовичей такую. Ну и, соответственно, Гедеминовы столпы, которые есть в Литве даже в виде такого монумента, также имеют некую аналогию с вот этими ступеньками, свойственными как Урарту, так и Персии. И также это, кстати, даже было занесено на территорию Южной Америки. В общем-то, крест или он такой ступенчатый, равноконечный, или он округлый. Это не имеет какой-то глобальной разницы. Это два варианта, которые существовали в рамках единого кемерийского древнего общества. И когда кемерийцы, соответственно, стали основателями Ахименицкой империи, они распространили и такую вариацию креста, и такие вариации вот этих ступенчатых пирамидок. А другие распространили, соответственно, более такие округлые формы. В частности, вот вы можете видеть тут серьги. Это египетская работа. Египетская работа, это можно проверить по, в общем-то, тому, как цветные эти элементы камней вставлены в золотую основу. Конечно, не доказано сто процентов, что это египетская работа, но я считаю все-таки, что это или непосредственно египетского мастера, или, возможно, их делал ученик, персидский ученик, допустим, египетского мастера. Но сами вот эти дуги, в них другие, как бы, четырехсегментные вот эти нюансы, это все чисто в кемерийском стиле. Это вот эти три варианта серьги наследуют именно исконный кемерийский стиль, в котором создавались кресты, в котором создавалась другая кемерийская символика. Тут, кстати, можно видеть изображение некого такого зороастрийского пансиона, то есть, где внутри изображен фаравахар, всевышняя хура Мазда, который в таком изображении, кстати, даже несколько похож на тризуб. И если еще делать аналогию этого с Солнцем над полумесяцем, то тут как есть мелкие полумесяцы, так и вот это все в совокупности с вот этим всем является как бы таким полумесяцем, над которым или на котором сияет Солнце. Но это уже отдельные нюансы символики. В общем-то, всем вспомогательных существ в глубинной части Мазда-Яснийского пантеона. Вот активное использование в архитектуре. Конечно, да, там будут материалы и даже идущие к хетам, но сейчас не об этом. Это разные варианты соотношения карт. То есть, кемерийцы поначалу правят своей Евразийской империей из Северного Причерноморья от Дуная до Дона. Потом, постепенно это ближе уже к Дону, Каспийскому морю, и опора делается на Боспоро-Колхидский регион. И Боспоро-Колхидская ветвь значительной своей частью как раз тут и остается. Другая ветвь идет через Кавказ и основывает начально Медийское царство. Позднее создается глобальная Ахименицкая империя, которая простиралась от Македонии и Фракии на Европейском континенте. Да, она правда заходила и даже в Скифию, но это уже отдельная тема. И также Ливия, Кириеника. Одно из немногих государств, гербом которого тоже был тризуб. Египет и дальше до Индии. Индия тоже была под Ахименидами, эта карта не очень точная. Или ее можно признать, как бы, если бы здесь не было уже европейских завоеваний, то ее можно было бы признать точной на времена, допустим, Камабазия. На времена Дария в Ахименидскую империю включены и территории южной части Северного Причерноморья, точнее. То есть само Причерноморье без прилегающих степных и тем более без поползновения в лесостепные регионы. И в империю Дария также была включена Индия, порты Мака-Мака, из которых шли экспедиции в саму Южную Америку. Ну вот как-то так. Другая карта, которая пытается изобразить рост. Вот у нас Мидийское царство. Вот у нас Аншана-Парсава, где, соответственно, тут есть Парсава, тут есть Аншан, как былая южная часть Элама. Тут есть, собственно, Мидия, которая, Экбатаны, которая является столичным регионом данной империи. Также Колхида, также Меотида с этим имеет связь, но не были включены еще тогда в это. Боспоро-Колхидский регион тогда какое-то время сам по себе существовал, не связанным с остальной Ахименицкой империей. Ну и дальше, соответственно, рост Ахименицкой империи на восток, обеспеченный Ариорамновичами в первую очередь, подчинение Аншанским Киром Великим Мидийской империи, создание уже Аншанской, так сказать, империи, завоевание Вавилонии, Ассирия уже пара столетий как пала, и дальше, соответственно, завоевание Лидии, завоевание Египта, походы на Хальдоранг, завоевание других скифских регионов, завоевание Индии. Здесь уже показана долина Инд, но все равно это мало. На самом деле, вся Северная Индия до Ганги была под властью Ахименидов. Тут также уже ближе к Дунаю показаны владения Ахименидской империей, но также несколько недостаточно. Не отмечен еще Баспор, как союзное Ахименидом государство. Я изучаю эти карты, я показываю эти карты, соответственно, чтобы люди могли сопоставлять, могли что-то разуметь. Вот большой герб Персии. Во-первых, обратите, кстати, внимание, что он скомпонован в форме знака Ратай. Здесь есть центральный... Да, я оговорился как бы как остров, но эта оговорка очень точная. По сути, смотрите, центральный сегмент, в нем изображена гора, над которой встает солнце. Типичная символика горы Меру. Ну и дальше Раян, Своян, Таян, Даян, то есть Ратас, Вода, такое совокупное название островов, четырех островов Ратай, где один является больше такой духовно-интеллектуальной составляющей, другой больше могуществом, в частности, солнечным, поэтому этот, который в Скандинавии и острове назывался Раян, следующий Своян, другой Таян и Даян. То есть тут уже как бы не знаю, насколько именно пытались персидские геральдисты воспроизвести Ратайскую символику, но у них это получилось. Ну и, кстати, обратите внимание на вариант тризуба в вершине в общем-то персидской короны. И это даже еще не самое интересное. Есть еще такая версия персидского большого флага, большого герба, где и обраминок из свастик сделан, изображены головы оленей, изображен крылатый лев и крылатый козлогрифон, который в урардской символике много чего значит. Ну и еще изображено вот это древко князей или княжеский штандарт дравишковиани, как это названо в иранской традиционной культуре. Есть и другие вариации персидской геральдики, но почти во всех этих вариантах, даже в таком вот слишком уж модерно прорисованном и слишком уж таким наивным, даже в нем сохраняется базовая такая ратайская символика. Тут ратайская символика также очень четко, очень явно, деление на 4 острова и это еще круглый щит, обоюдоострое секира, то есть ну что же, даже все это помещено в некое яйцеобразное такое образование, то есть ну ведическая символика, что тут уже сказать. Еще с гербом Монголии можно сравнить, ну и пожалуй все. Ну а насчет использования свастических меандровых узоров реально в скифском искусстве, то есть то, что те прорисовки не придуманы сейчас, не нарисованы мной, допустим, или еще каким-то таким вот современным мной, а то, что это имеет свое право быть именно таким, вот посмотрите, одна из скифских корон, ну не великокняжеская, но тем не менее, и тут и много крылатых этих персонажей всяких, и внизу свастическо-меандровый узор, то есть, ну, что есть, то есть, это имеет право быть. да, как, соответственно, метанийская держава от миотийского своего прототипа доросла до Махабхараты, также разбирается вся эта тема. Кому-то я предоставляю, кто-то уже это читает, а кто-то не читает, потому что слишком ленивый. И вот переходим к непосредственно сегодняшней теме, это дополнительные материалы по УРАРТу. Данная работа еще активно дополняется, поэтому здесь некоторые страницы и рамки к ним плывут, так сказать, и когда-то находятся на десятом месте, потом туда вниз, ну, точнее, в начало материалы набиваются, набиваются, оно всплывает уже на сороковую страницу. Ну, вот, кстати, смотрите, УРАРТское изображение Фара-Вахара, крылатого Солунца, только здесь он еще является равноконечным крестом. Ну, и, соответственно, это было бы не кемерийское наследие, если бы здесь не было бы символизма дуальности. В зороастризме Фара-Вахар уже будет более такого каноничного вида, но все равно некая базовая такая крестовидность у него будет сохраняться еще очень-очень долго. Ну, а само слово, имя, название Фара-Вахар естественно восходит к славянскому пращур. Вот изображение, так сказать, верховного бога страны Урарту, разные вариации. Ну, кстати, даже юбка есть с такой тройной символикой. Во многом это, конечно же, все воспроизведение стандартного облика урардских правителей. А тут статуэтка из Мусасира, священного города для урартиан. Тут изображен этот же бог, стоящий на таком своеобразном животном. И вокруг него трешулы, то есть тройственные копья такие. Ну, есть там еще такая штука, которая тоже какую-то тройственность так или иначе символизирует. но если вообще присматриваться к его одежде, то тут совсем это увеличить, конечно, но как-то увеличить надо. тут вот в центрах этого орнамента изображены равноконечные кресты с дополнительными перемычками. То есть это одновременный крест и восьмиконечная археонактидская звезда. Одновременно и кемерийский равноконечный закругленный крест и археонактидская восьмиконечная звезда. Есть и конкретная археонактидская восьмиконечная звезда на вот этом вот одеянии бога с трезубцами. А вот эта статуэтка, где бог держит рог изобилия, про нее вообще тяжело что-то однозначно сказать, но перед этим кстати вот еще фракийский шлем, который во-первых сделан в традиционном скифском зверином стиле, а во-вторых вот на нем такие же трешулы, как на урардском изображении. И вот тройственное пламя на клинке, которое арэвычи оставили на территории Китая. Вот часть фотографии образа из хранилища района Правейслава, который потом был уже в других местах. Тут он не держит рог изобилия, но так или иначе компоновка рук во многом близка другим образом. Вот образ из Урарту из Мусасира, вот традиционная скифская статуя, такие есть в Одесском археологическом музее и в других подобных. И вот сбруческая статуя, которая всеми историками однозначно связывается с славянами. Тут изображен бог, также держащий руки, как на Мусасирской статуе, и держащий рог изобилия. Какая-то древность там, достаточно глубокая, может, даже ранние кемерийские времена или даже докемерийские. Урарту Мусасир, скифские времена, ранние славяне. то есть, да, данные обычаи, данная символика, она с нашей территории в разные места, в разные времена распространялась, но если там Урарту посуществовало, посуществовало и перестало, то у нас основа ведической символики и ведическое знание сохранялось очень-очень долго. изображение соответственно Фаравахара четырехкрылого Всевышнего и у него также тройственная булава в руках. И другие урарские символы, здесь в частности мировое древо, на вершине которого находится Фаравахар, крылатая солнце, но все это стилизировано именно в тройственной символике. Котел с изображением крылатых фигур по симметрии крест или Фаравахар, котел также металлический, как и этот с изображением голов быков и уже глиняный котел с изображением голов быков. Вот урардская военная так сказать пектораль. Это как есть скифская пектораль, только та больше княжеско-ритуальная, а это именно для также защитных функций, это металлическая такая нагрудная пластина, чтобы несколько защитить грудь возле шеи, чтобы соответственно туда меньше стрел и всякого вражеского попадало. В центре изображен опять же четырехкрылый фаравахар и вокруг изображены процессии из богов и мифологических существ. Сюжет этих процессий по центру отзеркален. другая урардская пектораль такого же характера, на которой изображены аж три мировых древа. Каждая из мировых древ имеет три яруса. Часто мировое древо в дальнейшей своей структуре также распадается на тройку. То есть тут получается и тройственная символика, и девятиричная символика, еще много всяких нюансов. А вот уже несколько упрощенная к этому всему тема с более поздних персидских металлических ваз. карта Урарту по данным Википедии. Позднее я открою Википедию, покажу, что в статье в Википедии написано, нарисовано, что можно сказать. Ну, так, давайте представим. У нас есть Черное море, у нас вот тут Колхида, это Западная Грузия, Ну, Колхида и Север не идет, но тут на карте это не изображено. Тут потом возникнет Понтийское царство, тут у нас Средиземное море, это полуостров Малая Азия, сейчас занят государством Турция, тут сейчас находится Азербайджан, тут Каспийское море. Грузия, Армения, Азербайджан, Турция, Иран, Ирак, Сирия. А вот как бы в такой интересной обстановке находится древняя Урарту. То есть сейчас как бы да, максимально близко к Урарту государство это Армения. Армяне являются во многом генетическими потомками Урартиан, но турки долгое время этих армян геноцидили и сейчас кстати армяне как-то тоже не особо разумно в некоторых случаях действуют вам иногда поддерживают путинские какие-то штуки пусть даже и не все из них хотя вот им же жаль конечно же своих сородичей которых когда-то геноцидили турки неужели они не понимают что сейчас Путин нас геноцидит во многом даже хуже чем когда-то их геноцидили турки и причем у нас с армянами есть очень много древних исторических связей и с иранцами которые тоже соответственно помогают путинскому режиму хотя персы вообще должны были помогать Украине изо всех сил у них геральдика вон какая с нашей геральдикой связана у них истории священные писания зароастрийцев описывают фактически при Черноморье фактически Одессину там Николаевщину Херсонщину Запорожье А они посылают сюда дроны которыми Путин убивает здесь людей Такие вот дела Я уже даже сейчас про себя не говорю что если проанализировать авистийские пророчества то в общем-то они предсказывают как раз мою тему а получается современные персы как раз помогая Путину и против меня все это делают хоть и не знают про меня но вот они настолько как бы сейчас уже даже невежественны что даже не знают про меня а их предки пророчества там всякие распространяли и передавали про то как спаситель должен их спасать но вот как-то не обращаются за тем чтобы я их спасал ладно и вот древняя Урарту с юга с юга против него постоянно лезла Ассирия и с севера в свое время кемерийцы решили помочь решили навести порядок решили решили по сути дела даже можно сказать как контр вторжение это Урарту устроить и если с юга Ассирия уже даже создавала какие-то свои фейковые марионеточные правительства для Урарту то соответственно кемерийцы зашли с севера кемерийцы поддерживали легальных урардских царей выгоняли ассирийских засланцев за всяких этих нехороших существ и так далее можно по карте увидеть что был древний город Яребан позднее Эребуни сейчас Яребан в честь этого же города да по сути дела назван то есть много чего исконно так сказать армянского оно происходит из Урарту и это повод тоже армянам задуматься о том что их древними друзьями покровителями как раз были кемерийцы выходцы с Украины а сейчас они как-то не особо Украину поддерживают в этой войне есть ряд урадских городов которые я буду что-то по ним соответственно писать что-то уже написал и так или иначе в последующих апдейтах работы по кемерийцам это все будет еще развиваться и дополняться в частности можно если тут посмотреть то сравнить кемерийскую спиралевидно-крестовую символику с такими спиралекрестовидными знаками которые присутствуют в уральском урардском иконографическом искусстве вот традиционные кемерийские ратайско-солнечно-спиральные знаки вот их порождение в урардском искусстве как и у кемерийцев тут дуальность ну и внизу также дуальность обратите кстати внимание что тут две фигуры зеркально изображают друг друга и оба в такой позе с крыльями изображены на львах если взять традиционные википедийские описания урардского пантеона то один из них должен быть без крыльев а другой должен быть с крыльями один соответственно на баране другой на козле точнее один на на льве другой на грифоне ну там еще и на других еще каких-то всяких более таких уже каких-то редких случаях а еще там сверху некое вот такое не пойми что а если к этому не пойми что приглядеться его суть такую вот выбрать то получится по сути дела знак Перуна опять и соответственно ступенчатая урадско-кимерийская символика и дуальность и солнце и некие вот эти дуговые штуки классические характерные для кемерийской символики а тут какая-то процессия богов изображена это часть разбитой угробленной фрески но главное другое что они держат некие жезлы похожие на тризубы с неким сиянием от верхушек на верхушках этих тризубов не просто острие а нечто типа такого вот так или иначе это все равно тройственная символика это все равно подлежит дальнейшему изучению урардский щит в центре которого также изображен фаравахар и вот то же самое божество ну точнее то же самое божество только уже в виде фаравахара но это особый фаравахар у этого фаравахара есть ноги и оно стоит на одном из допустимых ездовых животных этого божества а в официальной трактовке когда меняется ездовое животное божество меняется трактовка божества говорится один это такой бог на льве у нас такой бог на баране такой на козле такой на грифоне другой как бы а на самом деле если вот так сравнивать реальную иконографию то по сути это иконография одного и того же бога и так что у нас есть самой урардской правящей династией первый правитель который нам известен это Арам там с его именем на самом деле не все однозначно допустим назовем его Арам или Арама так максимально часто его сейчас ученые знают и называют правил приблизительно 860 844 или 859 844 годы до нынешней эры и даже официальные исследователи связывают его имя с индоевропейским именем Арама то есть соответственно соответственно возможно название Армения которое дальше будет распространено из бахустанской бегестунской надписи и закрепится до нынешних времен как раз и связано с данным правителем также интересно что в Библии есть свои попытки приписать Арама в сыновья Сима внука Ноя но тут непонятно про какого Арама библейцы на самом деле писали потому что тут может быть Арамеи тут может быть Амареи а совершенно не Армяне но так или иначе и вот если взять даже Европу и Северную и другие части где-нигде встречаются или название Арама или даже как Арамиль Арамиль ну если знать вообще индоевропейские языки становится понятно что само имя Арам когда вот оно вот так обрезано то ну все Арам можно писать так но если в некоторых славянских письменностях писать имя Арам по самим правилам этой письменности на конце слова возникает то что бы сейчас назвали как твердый знак то что бы сейчас назвали как твердый знак но это не совсем твердый знак точнее это твердый знак точнее так он сейчас называется но в Аум Араси в славянской исконной письменности он считается как Иеро То есть если в современном чтении то такое написание данного слова нужно читать как Арам если по ведическим канонам то оно уже получается как Арамор но последнее вот это Ор нужно или Эр нужно произнести очень быстро и фактически как бы съесть так что все равно получится Арам но с небольшим вот этим Эр Ор на конце и вот в некоторых языках оно съедалось в каких-то языках в современном языке Украины оно бы писалось вот так как соответственно Петро и так далее а в других оно могло превращаться в Ирь Иль и дальше вот так фиксироваться как в этих случаях то есть тут вообще именно речь о лингвистических закономерностях и перехода разных форм в зависимости от того какие звуки в этих языках или диалектах во что превращаются и как выглядят и еще какая есть письменность опять карта из википедии опять тот же регион чуть уже более позднее точнее не более позднее по сути даже не важно смотрите читайте останавливайте откройте википедию и не только википедию почитайте и вот у нас был тот Арам у него был некий брат Лутипри на самом деле Лутипри оно не может существовать потому что это как в скифском языке где Дагдама превращается в Лугдемиса у скифов был нюанс когда Пересад превращался в Березада какого-нибудь и соответственно когда имя Дагдама превращалось в Лугдемис и так уже греки его записывали со скифских слов зная это можно реконструировать Л в соответственно Д и у нас получится уже не Лутипри а получится Датапри Датапри догадайтесь от чего и почему имеет такое звучание и значение если догадались правильно то есть данный прави с другой стороны если здесь при пря является именно таким вот сокращенным от слова пря то есть война или битва то здесь может иметься ввиду и не столько правий сколько или перун или просто война битва возвышеннейший вариант как можно Лутипри реконструировать и перевести получится как правьеданный датаправ датапри дальше как датапри то есть связь с Перуном и дальше как датапря то есть датель войны для царя все эти трактовки ими недопустимы то есть то есть и следующий царь сардури можно даже читать как царь дури и современным людям вот я не знаю стоит ли вообще сделать такие кликбейтные видео какие-нибудь правление царя дури царь дури и так далее чтобы людям это понравилось потому что им будет как-то это приятно наркоманы под словом дурь свое поймут обычные люди им нравится слушать что в древности все были дураками а вот они сейчас такие все хорошие поэтому поэтому но на самом деле если реконструировать имя сардури то в прямом варианте получится как сурья дар то есть солнце дар а если учесть некоторые нюансы как оно писалось то можно допустить что это некая ранняя разновидность имени асандр имени асандр который позднее будет встречаться на баспоре во времена второй баспорской смуты ну и следующий царь ишпуини который правил 820 810 годы до нынешней эры тут у него связей с скифо-кимерийскими именами тоже очень много останавливайте читайте думайте развивайтесь можно во имя всех рептилоидов и рентвешников посмотреть даже на пластинку связанную с его временами во первых на ней присутствуют иероглифические знаки то есть поначалу урарту по хетталувийскому образцу писали иероглифическим письмом позднее кстати вероятно как раз при ишпуини урарту перейдет на свою вариацию ассирийской клинописи тут можно сказать ну смотрите смотрите тут летающая тарелка летающая тарелка забирает там барашков козляшков себе на тарелку и возит на неберу смотрите вот еще какая-то неберенышная штука над ними находится так так оно все выглядит если не знать в общем-то значение всех этих знаков если не понимать что допустим это вообще ни разу не тарелка это такая укороченная версия фаравахара обратите внимание на царя который здесь в общем-то изображает иконографию верховного бога Урарту об этом я говорил ранее об этом стоит вообще всегда понимать что цари в Урарту по крайней мере да это и не только в Урарту это во многих странах изображались как максимально что-то уподобленное тому как изображался бог а бог изображался как что-то максимально идеализировано относительно того каким является царь поэтому вот под троном изображен вот этот козел поэтому как бы ну понятно что это или живой козел который сидит возле трона в дань обычаю или это просто статуя ну и трон на него поставить и сесть нельзя он прогнется проломается поэтому трон находится на некой на неком таком подмостке а этот сидит просто сбоку и все но у царя в руках находится или реальных три колоса или соответственно жезл похожий на три колоса опять же параллель с Египтом где трех сегментный бич иногда изображался у фараонов в руках и параллель с Украиной и с Босфором где тризуб всегда являлся символом богов Всевышнего и высших правителей следующий царь Минай соответственно сын Ишпуини правил после своего отца с 810 по 786 годы имя его связано с ведическим понятием ман также мнение мнить то есть мыслить и с такими именами как промысл параманас гастамысл мита ахимен и так далее в общем-то не было у наших предков у царей древности каких-нибудь имен в стиле зажравшийся обжора насильник сотен девственниц там обладатель миллиона мерседесов обладатель самых дорогих часов обладатель самых дорогих яхт не было такого цари жречество все стремились к осмысленности к развитию мышления называли своих сыновей так чтобы стимулировать тех на путь осмысленности сами старались мыслить так что как-то так после него правил царь соответственно его сын Аргишти имя которого реконструируется как Аргаст что в общем-то является также классическим вариантом одного из славянских имен дальше соответственно правил Сурьядар второй и в его время ассирийцы как могли лезли гадили грабили портили что могли но еще не настолько сильно а вот уже во времена его сына Руса первого кстати почему урардского царя назвали Рус остается гадать возможно или его отец Сурьядар или его дед Аргаст были в каком-то династическом браке с кем-то из династии Руса потомков Руса а в династии потомков Руса естественно часто повторялось имя Рус поэтому хоть для Урар то это Рус первый но для династии потомков Руса там это Рус уже будет какой-то тысячу не пойми какой а само имя Рус которое как бы в честь чего был назван собственно сын богу мира восходит к понятию рас то есть солнечный светлый чистый подобный рыси стремительный сын Ра Расен что в общем-то являлось с другой уже стороны когда-то для наших предков этнонимом независимо от принадлежности к потомкам князя Руса но так или иначе видимо Урарту имело очень тесные связи с баспоро-колхидским царством и с династией Руса и с разными кемерийскими эскифскими династиями конечно же тогда все эти древние цари не сидели запертыми у себя дома они путешествовали они торговали они много чего знали они выбирали какие-то лучшие политические браки для своих потомков поэтому да они все друг друга знали что в этом удивительного тут в общем-то можно видеть барельеф из одной из соответственно одного из древних сюжетов а именно касается того как астерийцы разграбляют главный храм города Мусасир можно видеть этот храм который в чем-то позднее ну не он именно вообще такая планировка в чем-то стала прообразом для и скандинавских храмов вот эти воткнутые копья все дела и для греческих храмов тут изображены львиные головы тут на стенах или изображены или висят щиты изображены животные крупные достаточно изображены видимо или цари или тоже боги которые предваряют вход в святилище и астерийцы это все разграбили поукрадали оттуда все что могли тут видимо некоторые щиты были очень вытянуты вперед и заканчивались львиной головой поэтому вот то что здесь изображено так в руках у астерийца выглядит так поэтому да тут как-то даже не совсем понятно что имеется ввиду но видимо это все-таки щиты такие были чуть сейчас будет расхождение с официальной трактовкой но по моей реконструкции истории Урарту дальше после Руса первого законным царем Урарту был Рус второй по официальной трактовке здесь должен быть Аргишти второй Рус первый это тот кто призвал кемерийцев на территорию Урарту в его времена они уже вступили на территорию Урарту были заключены династические браки и так далее и Рус второй во многом уже был урардским князем или под протекторатом кемерийцев или по крайней мере в теснейшей сильнейшей связи с этими самыми кемерийцами следующий царь возможно было возможно тут речь про ахименидского царя Ариорамна Теуспаевича тут уже не проверить но так или иначе вот когда во времена Руса первого урардцы призвали ахименидов к ним пришел Ахимен Ахимен с Русом заключил династический союз Ахимен взял дочь Руса и так был рожден Теуспай позднее у Теуспая были три основных сына это Ариорамна Дагдама и Кир древний и в общем-то Ариорамна по началу как раз занимался территориями Урарту территориями Мидии но видя что там и так много родичей и не желая там с ними всеми не договариваться не конфликтовать он пошел на восток и воевал территории аж до Индии поэтому на самом деле вот этот некий странный князь Эрмина который известен мифологизированной историей Армении и известно что он как бы и не был потомком тех древних урардских царей и не был прародителем последующей династии урардских царей но вот как бы он был и вероятнее всего это как раз Ариорамна Теуспаевич и это уже последнее на самом деле времена существования Ассирии а далее известно еще два как минимум урардских царя это Рус Третий и Рус Четвертый Рус Третий естественно мог быть или сыном Руса Второго или сыном Эрмина Рус Третий мог быть соответственно сыном точнее Рус Четвертый мог быть сыном Руса Третьего или Эрмина тут уже не проверить ничего но после Руса Четвертого Астяк пришел к власти и упразднил Урардское царство оно перестало существовать и стало всего лишь одной из сатрапий Великой Медийской Ахименидской империи которую позднее преобразует Кир под себя Это у нас приблизительно уже доходит до 585 года но несколько до этого на территории Урарту также правил странный персонаж который в мифологизированной армянской истории известен как про Юр Скайорди вероятнее всего это или в общем-то скифский продатай или соответственно какой-то его сын детальнее об этом я буду говорить отдельно но так или иначе такое есть тут мы можем видеть карту даже две карты и я привожу ссылку на материал из которого эти карты взяты это соответственно царство Арарат Урарту видео это можно найти в Ютьюбе есть две карты первая карта изображает останки крепостей и разнообразных мощных сооружений с территории бывшего Урарту другая карта изображает наличие клинописных надписей с территории Урарту как видим в общем эти карты одна на другую очень хорошо накладываются и совпадают и вписываются в те границы которые согласно современным данным Урарту занимало это границы намного намного более широкие чем территории современной Армении поэтому Урарту это древнее мощное царство которое в свои лучшие годы в действительности могло противостоять Ассирии но поскольку Ассирия позднее договорилась с лидийским осколком фригийского царства то и Ассирия еще пыталась покорить восточные условно говоря протомидийские народы поэтому само одно Урарту против всех воевать не могло и требовало помощи кемерийцев есть так сказать то что можно назвать синевой династией то есть ассирийские оккупационные цари которые однако согласно официальной трактовке все таки являются урардскими царями их вписывают как сыновей законных царей но я с такой трактовкой не согласен и так это Аргиште 2 600 точнее 716 670 это Сардуре 3 Сардуре 4 данных реальных каких-то кренописных текстов где было бы все доказано что они самые нормальные точнее урардские цари нету больше того если почитать чем они занимались становится понятно что они преследовали интересы не своего родного урарту а ассирии и в общем-то очень хорошо прослеживается что в некоторые времена урарту было два параллельно существующих царя один в союзе с кемерийцами другой в союзе с ассирийцами и эти два царя как раз конфликтовали и никак дружески вообще даже близко не взаимодействовали поэтому только предположить что это отдельная такая теневая династия из кого она сформирована да черт его знает может быть Аргишти второй реально был сыном руса первого но его завербовали ассирийцы дальше по официальной трактовке сардуре третий должен быть сыном руса второго тут что получается ассирийцы дважды вылавливали урардских принцев и одинаково их вербовали или может быть сардуре все таки был сыном Аргишти остается все это изучать остается все это детальнее потом исследовать ну так или иначе то же что сардуре четвертый был сыном сардуре третьего в общем-то никто с этим даже особо не спорит поэтому тут все более-менее складывается но вот эти три царя это самые противоурартские цари урарту то есть тоже можно отдельно почитать про них статьи википедии и понять что да это для урарту были такие же силы как какие-нибудь медведчуки и прочая вот такая путинская нечисть для Украины можно исследовать вообще и название городов урартского царства можно исследовать щиты и другие разные предметы с урартского царства там и крестообразная символика и протофаравахар и много чего другого можно исследовать урартские шлемы на которых изображено нечто очень похожее на трайсуб но с этим трайсубом все очень сложно для начала нужно отметить что нижней частью данного трайсуба является двуглавый орел ну или даже не орел а просто двуглавая птица вот головы этой птицы вот руки этой птицы вот хвост и вот крылья хвост и крылья стилизированы под рубящие топорище топоров и в общем вся данная птица несколько стилизирована под нечто такое неестественное скорее оружейное но можно найти и хецкие топоры на которых тоже есть подобные двуглавые крылатые существа и много чего другого так или иначе все таки нижняя вот эта основа это именно птица есть такие вариации где лучше как раз все это видно птица в центре которой крылатое солнце иногда изображается просто фаравахар но так или иначе к этому фаравахару или птице сверху спускаются многоглазые змеи иногда эти змеи имеют головы львов или головы других каких-то животных но тела змей возможно это какой-то миф про то что с гор что-то спускалось или некое почитание горных рек которые мыслились как спускающиеся с гор змеи сами же высокие урардские шлемы подобны и хетским высоким шлемом и шапкам и кемерийским естественно и вот в некоторых случаях тройственность очень условная в других случаях очертания птицы хоть и символически но видны в каких-то случаях вообще птицы нет есть крылатое солнце или крылатый бок изображаются даже вот такие сцены погони на колесницах и конях то есть скачка урардской армии урарту вообще активно использовалась конница активно использовались колесницы использовались высокие воинские шлемы использовались круглые щиты использовались каплевидные щиты как и в общем-то на Руси поэтому тема урарту подлежит всестороннему изучению вот тоже кто знает что это так здесь тоже высокие шапки потом про это тоже будет в отдельном материале много вот этих змей которые как бы спускаются по шлему несколько имеет параллели в египетской и даже перуанской иконографии там правда эти головы змей как бы смотрят не в сторону центра а наоборот из него но тут кстати тоже на египетском изображении шеи змей а головы священных овнов из культа Хнума то есть связи есть и связи с так называемым армянским крестом есть и вообще много всего интересного мировое древо есть но есть и случаи где вся эта тема изображена очень стилизировано и где все похоже именно на какой-то такой остроконечный тризуб это современные такие графические реконструкции того как это все могло выглядеть ну и да дальше уже осмысления которые касаются колхиды потому что куда же без нее